24 декабря 1990 года. Заполярный поселок Диксон. 7 часов вечера по местному времени. В зеркальную установку вносится нарисованный на бумаге древний символ триединства. Прошлое, настоящее, будущее. То, что произошло дальше, стало для ученых полной неожиданностью. Вокруг зеркальной установки образовалось силовое поле. Это было поле страха. Человек приближался к зеркалам и сразу появлялся немотивированный страх. Шаг назад, страх исчезал. Сквозь эту пелену страха удалось пройти только в середине ночи следующего дня, 25 декабря. И снова неожиданность. Пространство внутри зеркал встретило исследователей необъяснимой вспышкой и свечением. Стрелка компаса вела себя как обезумевшая. А свидетели, бывшие в эти минуты на улице, рассказывали о странном северном сиянии, которое вдруг разгорелось над зданием, где шла работа с зеркалами. Но и этого мало. Как только внутри зеркал начинался эксперимент, над поселком появлялся загадочный объект. Это был сверкающий диск, за которым тянулся длинный светящийся хвост. Таких наблюдений у нас восемь. Когда минута с минуту начала и окончания работы в зеркалах Козырева сопровождалась появлением вот такого рода объектов. Как только работа прекращалась, диск исчезал. Оставался лишь тающий в атмосфере след. Загадочные явления объяснений не поддавались. Предположили, так на символ помещенной внутрь зеркальной установки среагировало информационное пространство Земли. Мы таинственность этих зеркал, если хотите, их перспективность еще и не открыли. Мы только подошли к ним. В этом фильме мы расскажем об уникальных экспериментах с зеркалами, которые проводят российские ученые. Эффекты, с которыми столкнулись исследователи, шокируют. Результаты поражают воображение. Этот день 212 года до нашей эры выжившим римлянам запомнился на всю жизнь. Сотни маленьких солнц вдруг загорелись на крепостной стене. Сначала они просто ослепили, но вскоре произошло невероятное. Бередовые римские корабли, подошедшие к сиракузам, один за другим начали вспыхивать, как факелы. Бегство римлян было паническим. А виновником всего этого был математик. Гениальный Архимед применил свое новое изобретение. Вогнутое зеркало, составленное из множества обычных зеркал. Сегодня подобные зеркала применяются довольно широко. В телескопах, солнечных нагревателях, солнечных электростанциях. Они способны концентрировать в одной точке огромную энергию. Световую и тепловую. Впрочем, маги всегда были убеждены, что вогнутые зеркала собирают в своем фокусе некий астральный свет, который пробуждает в человеке способность к ясновидению. Вот и вглядывались чародеи в гадательные чаши, ожидая появления чудесных картин. Прошлое, настоящее, будущее. Все могло открыться их взору. Непостижимым образом заглядывал на сотни лет вперед и Роджер Бекон. Еще в 13 веке он предсказал изобретение микроскопа и телескопа, автомобиля и самолета, кораблей, приводимых в действие моторами. За 200 лет до изобретения пороха он описал его состав и действия. Задолго до того, как это открыла наука, он уже знал о строении биологических клеток и процессе образования эмбриона. Откуда такие знания? Говорят, ученому монаху помогало какое-то таинственное зеркало. Упоминал о нем и сам Бекон. Я увидел в вогнутом зеркале звезду, имеющую форму улитки. Она расположена между пупом Пегаса, бюстом Андромеды и головой Кассиопеей. Поразительно, но именно в этом месте Вселенной через 4 столетия будет обнаружена первая внегалактическая туманность. Спиральная туманность Андромеды. Крупнейший ученый Средневековья стремился объединить физику и магию, медицину и этику, математику и мистические озарения. И, естественно, нажил себе массу врагов и среди ученых, и среди церковников. История сохранила их обвинения. Например, такое. Он сделал два зеркала в Оксфордском университете. При помощи одного из них он мог в любое время суток зажечь свечу. В другом же вы могли видеть, чем занимаются люди в любом месте Земли. Экспериментируя с первым зеркалом, студенты потратили больше времени на воспламенение свеч, чем на изучение книг. Поэтому с общего согласия университета оба зеркала были разбиты. Что происходит с человеком под воздействием вогнутых зеркал? Как ему удается вырваться за пределы привычного мира, увидеть недоступное обычному зрению? Похоже, что вогнутый из окола – это особая психофизическая зона, которая активизирует у нас измененное состояние сознания. В этих странных состояниях люди перестают реагировать на окружающую действительность. Их не отвлекают звуки, свет, движение, речь. Но это не сон, не обморок, не потеря сознания. Сознание в эти минуты не покидает человека. Оно продолжает активно работать, но в каком-то ином режиме. Непостижимым образом человеку становится доступна информация, которая никак не могла быть воспринята его органами чувств. Порой на него снисходят глубокие прозрения, необычайные откровения. Это, собственно говоря, резонансный настрой на определенную проблему. Если считается, что человек связан с мировым банком данных, то это и существует такая точка зрения. Он дает запрос на определенное решение определенной проблемы, резонирует с этой системой и получает именно эти сведения. В подобное состояние с древних времен люди вводили себя намеренно, используя самые разные способы и техники, в том числе и зеркальные поверхности. В последние годы российские ученые экспериментально установили, это не выдумка и не самовнушение. Измененные состояния сознания могут возникать под воздействием определенной конфигурации зеркал. Прежде всего, это вогнутые зеркала. Полагают, что они, фокусируя некие тонкие энергии, активизируют определенные зоны мозга и тем самым вводят сознание человека в особое состояние. Такие состояния нередко возникают у человека и спонтанно, непроизвольно. Видимо, природа позаботилась о том, чтобы у нас была возможность контакта с космическим разумом. И не исключено, что особую роль в этом играет форма человеческого черепа. Ведь это тоже своего рода вогнутое зеркало. Я предполагаю, что череп и ткани, окружающие череп, а также прилегающие изнутри к черепу, они могут играть роль резонаторов. Но что именно происходит внутри черепа в измененных состояниях сознания? Через лабораторию Ольги Каюкиной прошли десятки людей со сверхспособностями. Экстрасенсы, ясновидящие, шаманы, священники. Мы обнаружили, да, активность мозга этих людей в значительной степени отличается от активности мозга у обычных людей. Современная аппаратура позволяет разглядеть, как работает мозг в различных состояниях сознания. Светлые точки на экране – это наиболее активные зоны мозга. В обычном состоянии картинка чем-то напоминает звездное небо, по которому хаотично рассеяны звездочки. Но при переходе сознания в особый режим работы, звездочки начинают скапливаться в виде густых облаков различной формы. Они выстраиваются в виде потоков, в виде своеобразных лучей, в виде своеобразных таких каналов концентрации, источников, направленных определенным образом. Это открытие российские ученые сделали первыми в мире. Предположили, а может, подобная мозговая активность и является причиной особых состояний сознания. И тут же возникла заманчивая идея. А нельзя ли активизировать определенные зоны мозга, изменив зеркальные свойства черепа, и тем самым разбудить у человека дремлющие сверхспособности? Судя по всему, эта идея не так уж нова. Странный обычай существовал с глубокой древности, причем на всех континентах. У детей искусственно деформировали черепа. Принято считать, что таким способом людей пытались сделать похожими на неких яйцеголовых богов. Возможно, на тех, чьи останки археологи то и дело обнаруживают в разных частях света. Предполагают, что у них намного сильнее были развиты интуиция, экстрасенсорные и телепатические способности. Может, именно поэтому древние египтяне, майя и другие народы так почитали обладателей удлиненных черепов. Подобные черепа археологи чаще всего обнаруживают в захоронениях вождей и жрецов. Кто знает, может, их головы деформировали специально, чтобы активизировать определенные зоны мозга и тем самым разбудить управителей сверхспособности. Ясновидение, телепатический и гипнотический дар. Но может, того же эффекта можно достичь менее жестокими средствами. Взглянем на головные уборы духовенства и знати. Тиары, митры, короны. Есть мнение, что эти, казалось бы, нелепые металлические конструкции с драгоценными камнями предназначены не только для украшения, но и для особых, тайных целей. Перераспределяя энергию в человеческом мозге, они способны пробуждать у человека сверхвозможности. Знал ли об этом петербургский ученый Александр Барченко, сказать трудно. Но еще до революции он проводил эксперименты по передаче мыслей на расстояние, используя для этого изобретенный им телепатический шлем. Специальную зеркальную конструкцию из разных металлов. Как вспоминали очевидцы, опыты Барченко давали ошеломляющие результаты. Телепатически переданные образы принимались правильно почти в 100% случаев. Может, так и канули бы в лето эти эксперименты Барченко, если бы не события, которые произошли в Сибири через 80 лет. Новосибирские ученые также решили использовать вогнутые зеркала для активизации сверхспособностей. Но в фокус зеркал поместили уже не только голову, а всего человека. На эти эксперименты ученых вдохновили идеи советского астрофизика Козырева. Он предполагал наличие во Вселенной некого особого пространства, наполненного энергоинформационными потоками. Экспериментируя, ученый обнаружил, что эти потоки могут поглощаться, отражаться и даже фокусироваться. Причем наилучшим отражающим материалом оказался алюминий. Идеи Козырева были подхвачены новосибирскими учеными, которые создали специальные установки и назвали их «зеркалами Козырева». Мы в Новосибирске придумали, опираясь на Козырева, устройство в виде больших цилиндров, алюминиевых. Считали, что в алюминиевых цилиндрах вот это вот пространство отражается как-то, концентрируется. И такие зеркала мы условно назвали «зеркалами», но это условное название Козырева, сделали в Новосибирске. И вторую серию зеркал переместили на «Диксов». Субтитры создавал DimaTorzok КОНЕЦ 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 Мы выбрали контакты с новосибирскими учеными, знали, какая у них конструкция, поэтому мы решили сделать ее немножечко другой. Мы выбрали не алюминиевую конструкцию, а из специального сплава нержавеющей стали. Случайно или нет, но уральское зеркало Козырева весьма напоминает папскую тиару. Только более внушительных размеров. И вроде ничего сложного в подобных конструкциях нет. Но то, что происходит внутри их с человеком, вызывает у исследователей огромный интерес. Практически сразу у нас появились очень интересные, удивительные явления, о которых говорили посещающие наши установки. Меня сначала поместили в горизонтальное зеркало, и я ощутила совершенно необычное. Мое тело начало уплотняться сначала. Я уплотнялась, и такое ощущение, что распределялась энергия после. И снова уплотнялась. Вот такие приливы были уплотнения и распределения. Я почувствовала тепло, почувствовала энергии, почувствовала вибрации во всем организме, в каждой клеточке. Мне было очень комфортно и очень хорошо. Как будто луч какой-то, или стержень даже сказать, у меня потащил сначала вверх, распрямил мне спину, потом распрямил плечи. И вот уже второй год я так вот распрямленно и хожу, мне как-то сутулиться уже не хочется. Я сразу полетела вверх. Я стала подниматься выше и выше. Таких крупных звезд я не видела нигде. Они были потрясающей красотой. Я увидела над собой большой фиолетовый купол. Он был весь расчерчен по типу шахматной доски, но вместо черных полей были очень сложные иероглифы фиолетового цвета. Пребывание в зеркалах порой оставляет и более глубокий след. У некоторых испытуемых открываются удивительные способности. После того, как я побывала в зеркалах, у меня появилась интересная способность. Я стала ощущать границы поля живых и неживых объектов. Вот эти вот знания мои, эти ощущения подтвердил прибор. Есть такой научный прибор, который измеряет границы поля у людей. И мы сравнивали показания моей руки и этого прибора, и оно совпало до сантиметра. К моему удивлению, это такое прямое знание, которое начинает в тебе работать. В зеркалах я была пять раз. У меня открылся интуитивный канал. Я четко знаю, что со мной произойдет. И в таких ответственных случаях жизни, как будто кто-то мне помогает принимать какие-то решения, которые всегда оказываются правильными. После этого уже все понимаешь и чувствуешь, что жизнь-то ведь не только вот она, то, что мы видим, оно намного сложнее. Природа зеркальных феноменов для ученых до сих пор загадка. Ясно лишь одно. В пространстве вогнутых зеркал организм включает какие-то особые, обычно дремлющие механизмы. Что это за механизмы и как они связаны с информационным полем, науке еще предстоит познать. Знания, которые человек приобретает в зеркалах, особого рода. Это знания переживания, которые всегда символичны. Эта символика может быть и глубоко личностной, раскрывающей то, что человек в себе до конца не осознавал. Я увидела себя в образе рыбицы, белорыбицы. А такая красивая, плотная, с брюшком блестящим, да, уверенная. Я видела ее со стороны, но понимала сознанием, что это я. Я ощущала себя, что как бы в реальной жизни я в полном комфорте. Я делаю то, что я должна делать. Я выполняю свои предназначения. Я реализую свои силы, знания, возможности. Мне комфортно от этого, но мне куда-то еще хочется. Мне хочется заглянуть во что-то еще. И вот эта рыба постепенно стала подниматься как бы из глубин на поверхность, к свету. И сквозь толщи воды я увидела солнечный свет. Он так манил меня, так притягивал. Появление этих символов можно объяснить каких-то внутренних скрытых комплексов. Это традиционный подход. Однако есть случаи, которые с помощью этого подхода объяснить невозможно. Это происходило в течение трех недель в заполярном Диксоне. Внутри алюминиевых зеркал Козырева творилась настоящая фантасмагория. Оно, это пространство, было представлено большим количеством светящихся, условно, неоновых знаков и символов, которыми любовались все входящие внутрь зеркал. Реально видимые, притом они продолжительные были. Вот здесь показано их, скажем, движение с 9 часов до 16 часов. И это не субъективные ощущения. Люди видят эти знаки уже не на внутреннем экране своего сознания, а наяву. Один за другим в зеркала входят исследователи, которые не общались друг с другом и ничего не знают об опыте предшественников. Каждый из них зарисовывает символы, которые видят в пространстве зеркал. Поразительно, но разные люди видят одни и те же символы. И вот так в течение нескольких часов мы видим, как убывает, конечно, картинка, но структура общая остается. То есть это, ну, такие довольно постоянные конструкции. В течение полугода было запротоколировано появление более 1200 подобных знаков и символов. Их наблюдали независимо друг от друга разные люди. А значит, это была какая-то объективная реальность. Лингвисты из Института истории Сибирского отделения Российской академии наука познали около 80% этих символов. Оказалось, что они принадлежат различным древним цивилизациям. Их встречают на первобытной утвари, на мегалитах, в наскальной живописи. Через несколько лет, в 1997 году, новосибирские ученые провели совместные эксперименты уже с английскими коллегами. Рядом со знаменитым и загадочным Стоунхенджем более 200 человек пытались принять информацию, которая мысленно транслировалась из новосибирских зеркал Козырева. Это были шумерские символы, дошедшие до нас на клинописных глиняных табличках. Англичане приняли эти символы. Но самое удивительное, что кроме них были приняты еще около 70 знаков, которые в этом эксперименте не передавались. Они тоже оказались символами шумерской культуры. Не исключено, что эти символы появились из того же самого информационного поля, которое объединяет все живое, и в котором содержится информация и о прошлом, и о будущем. Почему для экспериментов с зеркалами новосибирские ученые выбрали именно заполярный Диксон? И вообще, что заставило их покинуть оборудованные академические лаборатории и ехать в зону вечной мерзлоты? Сегодня уже можно приоткрыть карты. Исследователей интересовала информация о прошлом нашей планеты. Мы испытывали нахождение зеркал Козырева в зоне вечной мерзлоты, которая имеет информацию очень глубокую, многие десятки, сотни тысяч лет. И хранит эту информацию. Когда вода превращается в лед, то лед является хранителем этой энергии времени. Когда лед тает, то запомненная когда-то им информация излучается. У исследователей теплилась надежда, что с помощью зеркал Козырева удастся как-то проявить далекое прошлое. В одном из экспериментов символы мысленно передавались из зеркал Козырева, которые располагались на Диксоне. Воспринимать их должны были дети из современного таймырского поселка. Это 400 километров от Диксона. Ребят попросили нарисовать то, что возникнет у них в голове во время сеанса. Все детишки были изолированы друг от друга и ничего не знали о символе, которые должны были воспринять. Результаты превзошли все ожидания. Так символ номер 63 вызвал в сознании разных детей один и тот же образ. Традиционного северного чума. У малышей потомков шаманских династий возникали более развернутые картины. Один из них нарисовал шаманстан. Ритуальное место на берегу реки, где он был всего один раз вместе с прадедом-шаманом. А у правнучки другого известного шамана символ номер 32 вызвал образ трех горных вершин, которых она вообще никогда не видела. Создается впечатление, что переданные из зеркал символы разворошили какие-то древние пласты информации. А дети, потомки древних народов, некогда населявших этот приполярный район, восприняли их. Видения давно минувшего посещают людей в фокусе зеркал Козырева. Чье-то сознание переносится во времена Средневековья, чье-то в еще более ранние эпохи. Я увидела человека, образ человека. Он был одет очень богато, в военное одеяние, он как воин был. На голове у него был головной убор наподобие шлема. И здесь был ремень с такой богатой пряжкой. Я задала вопрос, а кто это? И вдруг я получаю ответ, что это Чингисхан. И я погружалась все дальше и дальше в этот образ, видела каких-то людей. И вдруг вижу еще одного человека рядом с ним. Не помню подробностей в одежде, но я помню хорошо, что это был звездочет, как мне было сказано, и что он помощник Чингисхана по устроению империи. Меня это, вот как историка, очень заинтересовало, и как психолог это мне стало интересно, откуда же эта информация поступает. Почему именно вот эти картины возникают, а не другие? Это очень важный и интересный вопрос. Когда человек, который по своей инициативе несколько часов находился в зеркалах, видел себя участником событий, которые происхождели в Римской империи. Он описывал ход событий, в которых он участвовал. То есть это возможно, но это не являлось задачей наших исследований. Иногда в видении наших пациентов бывает прошлое. Бывает. Но это надо специально заниматься этим. Заниматься. С подобными погружениями в прошлое нередко сталкиваются исследователи измененных состояний сознания. Люди могут попадать в исторические времена. Предположим, мы наблюдали во времена Ивана Грозного или Сталинградской битвы. Или путешествовали по улицам Москвы. Или бывали в других городах России, например. Это путешествие с сознанием. Я бы так сказала. Картина из прошлого. Человеческий разум с трудом, но еще как-то способен объяснить. Но видение будущего. Возможно ли это? У меня был вопрос по семье сына. Там были некие проблемы с внуком моим. И вдруг у меня в ответ на этот вопрос возникла картинка. Прямо живая картинка. Лето, зелень, трава. Я как сторонний наблюдатель. Как будто бы я со стороны вижу эту картинку. Я себя там, естественно, не видела. Видела только сына и внука. С удивлением он рассматривал вот именно дом. Что это за участок. Я очень удивилась. Я знаю, что сына не было в планах. У него есть квартира в Москве. Но нет дома. И в планах даже не было об этом доме. И вот буквально, получается, через несколько месяцев он действительно переезжает в такой дом. То, что я запомнила. Вот это совпало. Причина переезда связана со здоровьем сына его, моего внука. То есть информация верная. И она на корректно поставленный вопрос была корректно выдана информация. Вопрос был о здоровье. Такие эпизоды можно было бы отнести к случайным совпадениям. Если бы они не повторялись достаточно часто. Новосибирские исследователи столкнулись с подобным на крайнем севере. Во время экспериментов по трансляции мыслеобразов между островом Диксон и одноименным поселком на материке обе группы располагались в зеркалах Козырева. Что получилось? Синхронность с передачей принимается только примерно одна треть информации. Две трети мы куда-то теряем. Одна треть шла с запаздыванием. Запаздывание проходило в диапазоне 1, 3, 5, 7 часов. Да, по непонятным причинам набор символов принимался с многочасовым опозданием. Создавалось впечатление, что мысленное послание все время где-то хранилось. Но где? Разумного объяснения этому феномену пока нет. Ведь не Бандероль же по почте пересылали. Но и этого мало. Настоящая сенсация ждала впереди. Не было еще одной трети. А вот эту треть мы нашли. Она идет с опережениями. Вот с физическим временем мы столкнулись с парадоксом. Передачи еще не было. Даже экспериментаторы не знали, какие образы в предстоящем сеансе будут передаваться. А в приемном пункте эти образы уже были восприняты. Об ошибках речи не идет. Статистика серьезная. Из 105 случаев более чем в трети переданные образы были приняты за несколько часов до сеанса. Получается, что в зеркалах считывались будущие события. Те, которые еще не произошли. Кровь зеркал очень велика. И прежде всего в эффекте получения опережающей информации. Вот если убрать зеркало и провести то же самое без зеркал, особенно без зеркал в зоне передачи, то этого не будет. Мы этой части не найдем. Частично будет отмечен эффект запаздывания, опережения не будет. Понимаете, мы столкнулись с эффектом, который сегодня физики, основываясь на квантово-атомном, что ли, варианте структуры мира, объяснить не могут. И физики утверждают, что это псевдонаука, это не может быть, потому что никогда быть не может. Эти эксперименты мы проводили много раз, много раз. Они продолжаются и сейчас. Считывание будущего. Может, кроме вогнутых зеркал действуют и другие факторы, например, место, где проводятся эксперименты. И тут, наверное, настаёт момент вспомнить уже знакомого нам Барченко. Его личность и сегодня окружена тайной. Материалы об этом внизу рядом человеке и его исследованиях засекречены до сих пор. Известно лишь, что в дореволюционные годы Александр Барченко, помимо изучения телепатии, серьёзно занимался проблемами внушения на расстоянии и тем, что впоследствии назовут психотронным оружием. И вряд ли случайно в 1919 году его пригласили в Петроградский институт по изучению мозга и психической деятельности, которым тогда руководил всемирно известный учёный Владимир Бехтерев. По поручению Дзержинского институт занимался изучением паранормальных способностей человека и возможностей телепатического воздействия на большие массы людей. Естественно, что при таких задачах особый интерес чекистов и учёных вызывала загадочная шаманская болезнь, о которой в районах Крайнего Севера было известно уже не одно столетие. Эскимосы называли её «зовом полярной звезды», «русские поморы» — «мерячинем». Дореволюционные русские психиатры, хотя и дали этой болезни научное название — «полярная истерия», понять её причину так и не смогли. «Мерячиня» представляет собой очень интересное, на мой взгляд, изменённое состояние сознания, не болезнь. Это моё личное мнение. Самое необычное в «мерячиньи» — массовость. Целые стойбища вдруг впадают в транс. На многие часы, отключившись от окружающего мира, люди механически повторяют одни и те же ритмичные движения, произносят длинные фразы на неизвестных им языках. Они не чувствуют боли и послушно исполняют любые приказания шаманов, даже самые нелепые и опасные. Многие способны читать чужие мысли, предсказывать будущее и видеть то, что происходит за десятки километров. Академик Бехтерев подозревал, что это загадочное состояние вызывается какими-то внешними физическими влияниями. И для их изучения направил в 1920 году на Кольский полуостров специальную экспедицию. Возглавил её Александр Барченко. За два года члены экспедиции не раз на себе испытывали приступы мерячения. Но удалось ли им выяснить его причины, до сих пор неизвестно. Отчёт экспедиции в ВЧК засекретили. Александр Барченко впоследствии был арестован и расстрелян. Вопрос, на который он хотел найти ответ, для нас так и остался открытым. Случайно ли шаманская болезнь, при которой люди получают информацию из будущего, чаще всего встречается в полярных широтах. Если говорить о влиянии географической зоны в приёме информации, в Новосибирске нам никогда не удалось получить опережающее восприятие. Никогда. Это было только, я показывал вам фрагменты на Диксоне с участием двух зеркал. Конечно же, заполярный Диксон был выбран для экспериментов не только из-за вечной мерзлоты. Дело в том, что здесь примерно по 73-й параллели, как считал Козырев, проходит зона парадоксального течения времени. В этой зоне время может изменять свои плотность и направление. Эти параметры не одинаково распределены по планете. И в зоне выше 73-го градуса северной широты время меняет свой ход. И следовательно, открывается доступ к информации, нереализованной. Иными словами, на этих широтах легче, чем в других местах получать информацию из будущего. Точнее, о вариантах будущего. Если это так, то совершенно по-новому начинает звучать загадочная фраза знаменитого Нострадамуса. Север. Это особое место, где встречаются иные миры. Кстати, устройство, очень напоминающее зеркало Козырева, было известно предсказателю еще 4,5 столетия назад. Вот как выглядело так называемое яйцо Нострадамуса. Находясь внутри этого аппарата, великий провидец совершал свои удивительные путешествия во времени. Говорили, что секрет этой конструкции из нескольких слоев разных полированных металлов ясновидящий получил от потомков тайного ордена от тамплиеров. Существование невидимой реальности люди верили всегда. Называли ее по-разному. Духовный, божественный мир, космический разум, информационное поле. Многие утверждали, что именно оттуда они черпали идеи и получали подсказки. Во все времена человек пытался проникнуть своим сознанием в этот тонкий мир, в эту Вселенную смыслов. Делаются такие попытки и в наше время. Это является одной из наших глобальных задач. Создать с использованием зеркальных систем некую уже глобальную систему для диалога с космическим сознанием. Может быть, правы были мудрецы прошлого, пророчившие нам открытия, которые перевернут наше представление о мироздании. И кто знает, может зеркала Козырева именно тот инструмент, который даст нам новый импульс в познании тайн времени и человеческой психики. Впереди захватывающие перспективы. Имея особые зеркальные установки, исследователи могли бы подключаться к невидимой и загадочной смысловой реальности, где нет привычных для нас понятий пространства и времени. Из этого неиссякаемого источника можно было бы черпать знания о прошлом и будущем, об устройстве Вселенной, о других неведомых нам мирах. Я считаю, что это направление является одним из самых фундаментальных, потому что действительно мы проникаем в тот мир, который живет по другим закономерностям. Ну, это очень плохо изучено, и я очень надеюсь, что когда-нибудь люди будут серьезно относиться к этой проблеме, и кровь исследований расширятся. Я думаю, что это новый поиск, это эпоха новой парадигмы на планете Земля. Мы к ней присоединились, мы углубляемся в меру наших возможностей. Однако работа с информационным пространством несет и немало угроз. Они связаны не только с погружением в неизвестность. Огромная опасность кроется и в дистанционном воздействии на сознание ничего не подозревающих людей. А такие исследования ведутся. Во всем мире они рассматриваются как самые приоритетные. Им присваиваются высшие грифы секретности. Все оружие, все очень близко к этой проблеме. Это не те бомбы, которые вакуумные. Страшнее. Можно мегаполис посадить, понимаете, на бездумье сразу. Мы этим не занимались и не занимаемся. Мы это имеем в виду, что такое может быть. И не хотелось бы быть беззащитными при том, когда эти попытки предпринимались бы кем-то. Делаются попытки использовать в военно-политических целях и гигантское планетарное зеркало, электрическую оболочку Земли, ионосферу. Я думаю, что есть фирмы, которые не разглашают эти работы. И надо быть очень внимательным, потому что эти фирмы работают отнюдь не на оздоровление населения. и не надо быть наивным в этом отношении. И те антенны, которые существуют, понимаете, у американцев на Аляске, на Гренландии, это ведь не шутки. Это не шутки. Сознание – великий дар данный человеку. Ученые уже многое познали в этой таинственной области. И все же взаимодействие человеческой мысли с планетарным и космическим сознанием пока остается загадкой. Исследования в этой области без преувеличения носят стратегический характер. У нас же это направление, как в свое время генетика и кибернетика, почему-то до сих пор числится в перечне так называемых лженаук. К сожалению, сейчас очень-очень негативно относятся ко многим проблемам, связанным с современным состоянием сознания. Но в России это пока находится на рубеже вот этой комиссии лженауки, понимаете, тут тяжелое настроение. Это очень серьезно. Если наука не будет заниматься пространством Козырева и развитием инструментария, не только зеркал, мы очень многое потеряем позитивного в экологии, но обнаружится очень много страшно негативного. Это очень большая угроза, если мы прозеваем это направление. Мироздание погружено в тайну великую, непостижимую. И тайна космического сознания может быть самая волнующая из тайн бытия. Кто создал смыслы, которые лежат в основе мироздания? Где они находятся? Что представляет собой информационный мир Вселенной? Как взаимодействует с ним индивидуальное сознание человека? Влекомые тайной мы вновь и вновь ставим перед собой эти вопросы. Полностью решить загадки бытия человеческому разуму вряд ли под силу. Но ничто не сможет остановить мысли следователей, которые стремятся найти ответы не только на традиционные для науки вопросы «что» и «как», но и «почему» и «зачем» не только все Bell ничто и Субтитры создавал DimaTorzok